Горик, сделай нам красивый этот адрес, ну давай, сами умеем. В 1783 году по указу императрицы Екатерины II, то главная база Черноморского флота. Город Роси развивался. Славу Севастополю принесла Грымская война в 1854-1855 год. Тогда защитники и жители 349 дней отражали удары английских, французских, турецких и скандинских войск. В 187 лет эту славу преумножили советские солдаты. В переводе с греческого Севастополь означает город величественный, достойный поклонения. И здесь действительно есть чему поклониться. Справа от нас Графская приста. Это сердце нашего города. Она была построена в том же году, что и Севастополь, в 1783 году. Германа Ченна представляла собой лишь деревянный настой. Позже, в инициативе адмирала Лазарева, там были достойны культуры колоннады, лестницы, там же два каморных льва, итальянского скульптора Феличо, которые до сих пор хранят покой нашей Графской приста. Приста называли сначала Екатерининской, в честь императрицы Екатерины II. Это название в народе не прижилось. Вот Графская стали величать в честь командующей эскадры графа Марка Войновича. Вон туда подходила на лодочке, когда сходил с корабля. Но люди встречали его так. О, Граф идет, Граф идет. Таким образом название, а Графская призма не была сна от народа. Справа от нас. В Севастопольске морской торговой полке. Здесь же здание таможня. Где-то часто приходят сюда боевые лайнеры, привозящие туристы. Здесь что заводят? Посмотрите, впереди мы на уроке. Наверху посмотрите, чуть впереди нас слышается Владимирский собор. Нашли, впереди, справа. Это выступает из четырех адмиралов. Нахимова, Корнилова, Истомина и Учителя Лазарева. Это люди, которые наш город отстроили. Отстроек обороняли. Ужжетный, лежит, защищая наш снос. Мы с вами зашли в бухту Южную. Она так называется, потому что идеальная направленность на юг. Протяженность 2,5 километра с длиной глубины 18 метров. Здесь в бухте Южной базируются корабли, чем на морском масло за Россию. Итак, 808-й сторожевой корабль «Путевер». Давайте познакомимся с главными. Впереди корабля красное полоснище с синими и белыми полосами. Это военно-морской юг. Вам прислали эти корабля только выше ранка первой и второго. Так что не ходит, это просто все танцы. По прочим, делать эти корабли. Белое полоснище с синими полосами. А мы ведь спектакли, начальщик с российским. А мы с 56-й корабля, большой десантный корабль. Опять, была самая, нищая, плоская. Это позволяет максимально путь по приближенным к берегу. Впереди крепцы открываются, выпускают на оружие пары и мостик, по которым десант рассаживает. На вооружении артиллерийские установки предназначены для прикрытия рассаживающейся пехоты. Такой корабль на свой год может принять с полотного батальона и до 15-й дениска и выйти. 300 пьяли судно-космической связи тоже относятся к высшему рангу. А вот три небольших корабля, лиман, кельдин и квадр, ходят под гидрографическим флагом и скидываются в год гражданский. Но уже давно не до того секрет. Что основная задача – информация о противнике, то есть это корабли и просветчики. Белый, красивый плавучий госпиталь Енисей побывал во многих горячих точках мира и в два дня одной жизни. Сейчас на Енисеи проходит курс лечения служащей Черноморского флота России. Вот раньше сюда прибывали дети из Чернобыля для прохождения курса реабилитации. 156 стоют, 6 операционных сконструированы. Таким образом, что даже сложнейшую операцию на северку можно проводить на Енисеи. Имеется вертолётная площадка. Енисей на свой борт может принять 500 человек. Это не считая экипажей обслуживающего реакционала. Но после 90-х годов, после развала страны, Енисей никуда не выходил. Такой необходимости не было. На самом деле это плохо. Списмеханизмы корабля должны периодически поработать. Такая часть крюса реабилитации. Это период большой. Такая часть крюса реабилитации. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...